Здравствуйте! В этом выпуске канала TranslatorsCafe.com мы поговорим о бионизирующем излучении или радиации. Мы рассмотрим источники излучения, способы его измерения, влияние радиации на живые организмы. Более подробно мы поговорим о таких параметрах радиации, как мощность поглощенной дозы, а также об эквивалентной и эффективных дозах ионизирующего излучения. У радиации множество применений, от производства электроэнергии до лечения больных раком. В этом видеосюжете мы обсудим, как радиация влияет на ткани и клетки людей, животных и биоматериалы, уделяя особое внимание тому, как быстро и насколько сильно происходит поражение облеченных клеток и тканей. Излучение – природное явление, которое проявляется в том, что электромагнитные волны или элементарные частицы с высокой кинетической энергией движутся внутри среды. В этом случае среда может быть либо материей, либо вакуумом. Излучение вокруг нас и наша жизнь без него немыслима, так как выживание человека и других животных без излучения невозможно. Без излучения на Земле не будет таких необходимых для жизни природных явлений, как свет и тепло. Не было бы ни мобильных телефонов, ни интернета. В этом видео-сюжете мы обсудим особый тип излучения – ионизирующее излучение или радиацию, которая окружает нас везде. Ионизирующее излучение обладает энергией, достаточной для отрыва электронов от атомов и молекул, то есть для ионизации облучаемого вещества. Ионизирующее излучение в среде может возникнуть благодаря либо естественным, либо искусственным процессам. Естественные источники излучения включают солнечное и космическое излучение, некоторые минералы, например, гранит, а также излучение некоторых радиоактивных материалов, таких как уран и даже обычные бананы, содержащие радиоактивный изотоп калия. Радиоактивное сырье добывают в глубине земных недр и используют в медицине и промышленности. Иногда радиоактивные материалы попадают в окружающую среду в результате аварий на производстве и в отраслях, где используют радиоактивное сырье. Чаще всего это происходит из-за несоблюдения правил безопасности по хранению радиоактивных материалов и работе с ними или из-за отсутствия таких правил. Стоит заметить, что до недавнего времени радиоактивные материалы не считались опасными для здоровья, даже наоборот их использовали как целебные препараты, а также они ценились за их красивое освещение. Урановое стекло – пример радиоактивного материала, используемого в декоративных целях. Это стекло следится флуоресцентным зеленым светом, благодаря добавлению в его состав оксида урана. Процент содержания урана в этом стекле относительно мало и количество выделяемой им энергии невелико, поэтому урановое стекло считают относительно безопасным для здоровья. Из него даже изготавливали стаканы, тарелки и другую посуду. Урановое стекло ценится за его необычное свечение. Солнце излучает ультрафиолет, поэтому урановое стекло светится и в солнечном свете, хотя это свечение намного более выражено под лампами ультрафиолетового света. При излучении поглощаются фотоны с более высокой энергией ультрафиолет и излучаются фотоны с более низкой энергией, зеленый цвет. Как вы убедились, эти бусы можно использовать для проверки дозиметров. Пакетик с бусами можно купить на eBay за пару долларов. Вначале рассмотрим некоторое определение. Существует множество способов измерять радиацию, в зависимости от того, что именно мы хотим узнать. Например, можно измерить общее количество радиации в данном месте, можно найти количество радиации, которое нарушает работу биологических тканей и клеток. Или количество радиации, поглощенной телом или организмом и так далее. Здесь мы рассмотрим два способа измерения радиации. Общее количество радиации в среде, измеряемое в единицу времени, называют суммарной мощностью дозы ионизирующего излучения. Количество радиации, поглощенной организмом за единицу времени, называют мощностью поглощенной дозы. Мощность поглощенной дозы находит, используя информацию о суммарной мощности дозы и о параметрах предмета организма или части тела, которая подвергается излучению. Эти параметры включают массу, плотность и объем. Значения поглощенной экспозиционной дозы похожи для материалов и тканей, которые хорошо поглощают радиацию. Однако не все материалы такие. Поэтому часто поглощенная экспозиционная доза радиации отличаются, так как способность предмета или тела поглощать радиацию зависит от материала, из которого они состоят. Например, лист свинца поглощает гамма-излучение значительно лучше, чем лист алюминия той же толщины. Нам известно, что большая доза радиации, называемая дозой острого облучения, вызывает угрозы для здоровья. И чем выше эта доза, тем выше риск для здоровья. Нам также известно, что радиация влияет на разные клетки в организме по-разному. Наиболее сильно страдают от радиации клетки, которые подвергаются частому делению, а также не специализированные клетки. Так, например, клетки в зародыше, кровяные клетки и клетки репродуктивной системы больше всего подвержены отрицательному влиянию радиации. В то же время кожа, кости и мышечные ткани менее подвержены воздействию радиации. Но меньше всего радиация действует на нервные клетки. Поэтому в некоторых случаях общее разрушительное воздействие радиации на клетки, менее подверженные влиянию радиации, меньше, даже если на них действует большее количество радиации, чем на клетки, более подверженные влиянию радиацию. Согласно теории радиационного гармезиса, малые дозы радиации, наоборот, стимулируют защитные механизмы в организме, и в результате организм становится крепче и менее подвержен заболеваниям. Необходимо заметить, что эти исследования находятся на начальной стадии, и пока неизвестно, удастся ли получить такие результаты за пределами лаборатории. Сейчас эти эксперименты проводят на животных, и неизвестно, происходят ли эти процессы в организме человека. Из этических соображений трудно получить разрешение на такие исследования с участием людей. Поглощенная доза – величина отношения энергии ионизирующего излучения, поглощенной в данном объеме вещества, к массе вещества в этом объеме. Поглощенная доза является основной дозиметрической величиной и измеряется в джоулях на килограмм. Эта единица называется грей. Ранее использовалась внесистемная единица – рад. Поглощенная доза зависит не только от самой радиации, но и от материала, который ее поглощает. Поглощенная доза мягкого рентгеновского излучения, в костной ткани может быть в четверо больше поглощенной дозы в воздухе. В то же время в вакууме поглощенная доза равна нулю. Эквивалентная доза, характеризующая биологический эффект облучения человеческого организма ионизирующим излучением, измеряется в зивертах. Чтобы понять разницу между дозой и мощностью дозы, можно провести аналогию с чайником, в который наливают воду из-под крана. Объем воды в чайнике – это доза, а скорость наполнения, зависящая от толщины струйки воды – это мощность дозы, то есть приращение дозы излучения в единицу времени. Мощность эквивалентной дозы измеряется в зивертах на единицу времени, например, в микрозивертах в час или миллизивертах в год. Радиация в основном незаметно невооруженным глазом, поэтому, чтобы определить наличие радиации, пользуются специальными измерительными приборами. Одно из широко используемых устройств – дозиметр на основе счетчика Гейгера-Мюблера. Счетчик состоит из трубки, в которой подсчитывается число радиоактивных частиц и дисплея, который отображает количество этих частиц в разных единицах, чаще всего как количество радиации за определенный срок времени, например, за час. Приборы со счетчиками Гейгера часто издают короткие звуковые сигналы, например, щелчки, каждая из которых означает, что подсчитана новая излученная частица или несколько частиц. Этот звук обычно можно выключить. Некоторые дозиметры позволяют выбрать частоту щелчков, например, можно настроить дозиметр, чтобы он издавал звук только после каждой двадцатой подсчитанной частицы или реже. Кроме счетчиков Гейгера, в дозиметрах используют и другие датчики, например, синтелляционные счетчики, которые позволяют лучше определить, какой вид радиации на данный момент преобладает в окружающей среде. Синтелляционные счетчики хорошо определяют как альфа, так и бета и гамма излучения. Эти счетчики преобразуют выделяемую при излучении энергии в свет, который затем преобразуется в фотоумножители в электрический сигнал, который и измеряется. Во время измерения эти счетчики работают с большей поверхностью, чем счетчики Гейгера, поэтому измерения проходят более эффективно. У ионизирующего излучения очень высокой энергии, поэтому оно ионизирует атомы и молекулы биологического материала. В результате от них отделяются электроны, что приводит к изменению их структуры. Эти изменения вызваны тем, что ионизация ослабляет или разрушает химические связи между частицами. Это повреждает молекулы внутри клеток и тканей и нарушает их работу. В некоторых случаях ионизация способствует образованию новых связей. Нарушение работы клеток зависит от того, насколько радиация повредила их структуру. В некоторых случаях нарушения не влияют на работу клеток. Иногда работа клеток нарушена, но повреждения невелики, и организм постепенно восстанавливает клетки в рабочее состояние. Подобные нарушения нередко встречаются и в процессе нормальной работы клеток. При этом клетки сами возвращаются в норму. Поэтому, если уровень радиации низок и нарушения невелики, то вполне возможно восстановление клеток до их обычного состояния. Если же уровень радиации высок, то в клетках происходят необратимые изменения. При необратимых изменениях клетки либо работают не так, как должны, либо перестают работать вовсе и отмирают. Повреждение радиации жизненно важных и незаменимых клеток и молекул, например, молекул ДНК и РНК, белков или ферментов, вызывает лучевую болезнь. Повреждение клеток может также вызвать мутации, в результате которых у детей пациентов, чьи клетки поражены, могут развиться генетические заболевания. Мутации могут также вызвать чрезмерно быстрое деление клеток в организме пациентов, что, в свою очередь, увеличивает вероятность заболевания рака. Сегодня наши знания о влиянии радиации на организм и о том, в каких условиях это влияние усугубляется, ограничены, так как в распоряжении исследователей имеется совсем немного материала. Большая часть наших знаний основана на исследовании от истории болезни жертв атомных бомбардировок Хиросима и Нагасаки, а также жертв взрыва на Чернобыльской АЭС. Стоит также отметить, что некоторые исследования влияния радиации на организм, которые проводили в 50-х и 70-х годах прошлого века, были неэтичны и даже бесчеловечны. В частности, это исследования, проводимые военными в США и в Советском Союзе. Большая часть этих экспериментов была проведена на полигонах и в специально отведенных зонах для испытания ядерного оружия, например, на полигоне в Неваде в США, на Советском ядерном полигоне на Новой Земле и на Семипалатинском испытательном полигоне на нынешней территории Казахстана. В некоторых случаях эксперименты проводили во время военных учений, как, например, во время ТОцких войсковых учений СССР на нынешней территории России и во время военных учений Desert Rock в штате Невада, США. Во время этих учений исследователи, если их можно так назвать, изучали воздействие радиации на организм человека после атомных взрывов. С 1946 по 60-е годы прошлого века эксперименты по влиянию радиации на организм проводили также в некоторых американских больницах без ведома и согласия больных. Спасибо за внимание! Если вам понравилось это видео, пожалуйста, не забудьте подписаться на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил 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 субтитры сделал DimaTorzok